Ну и хочу представить следующий доклад «Алкогольная болезнь печени. Проблема терапии». Выступает наш, так сказать, любимый тоже докладчик, который мы часто слушаем, и он дает нам всегда прекрасные практические советы. Это профессор Павлов Александр Игоревич, начальник Центра гастроэнтерологии и гипотологии, главный гастроэнтеролог Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского, Министерства обороны России. Пожалуйста, Александр Игоревич, вам слово. Глубок, уважаемый председатель, глубок, уважаемые коллеги, в вашем внимании представляется сообщение на тему «Алкогольная болезнь печени. Проблема терапии». По данным политологов зарубежья, пристрастие русских к алкоголю объясняется суровым климатом нашей страны. Любой климат в месте пребывания русских считается суровым. Вот и сегодня. Погода прекрасная, бабье лето, а климат по-прежнему суровый. Алкогольная болезнь печени – не только российская проблема. В 2010 году почти полмиллиона летальных исходов в мире были связаны с прогрессируемой алкогольной болезни печени. Почти половина смертей пациентов с циррозом печени вызвана злоупотреблением алкоголя. Социально-экономические затраты, связанные со злоупотреблением алкоголя, составляют до 3% ВВП всех стран Евросоюза. На данном слайде показана структура заболеваний нашего многопрофильного стационара. И здесь мы наблюдаем львиную долю, почти 40%, это алкогольные болезни печени. Среди структуре гепатитов, среди всех гепатитов, опять же, самое большое место занимают алкогольные гепатиты – 37%. В конце прошлого века НУВЕ в своем исследовании показал на почти 2000 добровольцев, злоупотребляющих алкоголем, по результатам биопсии распределения патологии печени. Оказалось, что в 46% у людей, злоупотребляющих алкоголем, выявлялся фиброз. В 34% случаев цирроз, 9% были с активным гепатитом, а вот 11% из обследуемых вообще не имели изменений в печени. Токсические дозы алкоголя известны еще с середины прошлого века. В своих работах французский ученый Пингвино показал их наглядно. И мы знаем, есть серогенные дозы Пингвино, Пингвино-1, Пингвино-2, при которых в течение 5 лет должен развиться цирроз печени. Гепатоксическая доза до сих пор обсуждается, но считается, что безопасными для мужчины от 21 до 60 лет считается употребление 30 грамм абсолютного этанола в сутки. Это 70 грамм водки 40%, это 30 миллилитров сухого вина, это 600 миллилитров пива. Для женщин эта дозировка составляет относительно безопасно, составляет 20 грамм чистого этанола в сутки. Характерным отрицательным влиянием на организм человека оказывается залповое пьянство. То есть если мужчина употребляет более 5 доз, а женщина более 4 доз, в течение 2 часов считается такое злоупотребление опасным в отношении развития тяжелого алкогольного гепатита. На данном слайде показаны пути метаболизма этанола. Это через альдегидрогеназу и систему микросомального этанолового окисления. Позвольте на них подробно не останавливаться, так как они достаточно хорошо известны. На данном слайде показан патогенез алкогольного гепатита, который включает в себя три основных звена. Первое – это непосредственно токсическое влияние этанола на гепатоцит, в результате чего возникает перекисление липидов, оксидативный стресс, стимуляция клеток Купфера с образованием провоспалительных активных молекул, таких как фактор некроза опухоли, альфа-интерлекин-1, интерлекин-6. Кроме того, существует еще с помощью транслокации липополисахарида из кишечника также стимуляция клеток Купфера с активацией провоспалительных цитокинов, которые в свою очередь уже активируют инатный врожденный иммунитет через стимуляцию звездочных клеток и формирование фиброза. Клинические формы алкогольной болезни печени включают в себя стеатоз, как правило, бессимптомное течение заболевания, гепатит различной степени тяжести и цирроз печени. На данном слайде показано естественное течение алкогольной болезни печени от нормальной печени до цирроза декомпенсированной и формирование гепатоцеллюлярной карциномы. Что же способствует развитию тяжелых форм алкогольной болезни печени? Это женский пол, образование токсических сенобиотиков, трофологический недостаточ, ожирение сопутствующей патологии печени, дебют пьянства в возрасте старше 40 лет, ежедневное употребление крепких напитков и сочетание злоупотребления алкоголя с легкоусваиваемой фруктозой. Клиническими проявлениями тяжелого алкогольного гепатита могут быть желтуха, лихорадка, гепатомегалия, анорексия, коглопатия, энцефалопатия. В лабораторных показателях может быть лейкоцитоз и положительный коэффициент дэрити соотношения с парагиновой колониновой трансаминазом больше 2 единиц. Аномистические данные характеризуют употребление больших количеств алкоголя именно в последнее время и быстрое ухудшение клинико-лабораторных показателей. В помощь практикующим врачам существуют различные расчетные показатели, такие как дискриминатные функции медрея, которые позволяют нам спрогнозировать вероятность тяжелого течения заболеваний и даже летального исхода во время текущей госпитализации. Кроме того, существует индекс MELT, который был разработан для очередности постановления пациентов в лист ожидания трансплантации печени в клинике МИО. В настоящее время мы также его используем для определения степени тяжести алкогольного поражения печени. Конечно же, оценка по ГАНС, модель ЛИЛЬ французская, модель АБИК испанская, которые также позволяют нам определять прогноз заболеваний и степень тяжести. Диагностик алкогольной болезни включает в себя обязательно сбор анамнеза, оценку динамики на фоне абстиненции, клинические исследования, лабораторные показатели и при необходимости гистологические исследования. Алкогольный анамнез нередко затруднен у таких пациентов, так как сообщаемое количество употребляемого алкоголя может быть значительно меньше реального, так как пациенты занижают количество употребления алкоголя до десятков раз. Поэтому желательно расспрос родственников пациента, знакомых, родных, близких, Кроме того, для клинических исследований в помощь практикующим врачам разработаны специальные анкеты. Это вопросники, кейдж, аудит, анкеты хронической алкогольной интоксикации. Ответы на вопросы, которых позволяют нам достаточно достоверно выявить алкогольный анамнез и злоупотребление токсическими дозами алкоголя у наших пациентов. На данном слайде показаны стигмы алкогольной болезни печени. Они также хорошо известны. Позвольте на них подробно не останавливаться. Среди лабораторных показателей хронической алкогольной интоксикации необходимо отметить макроцитоз эритроцитов, изолированное повышение гамма-глутамат-транспептидазы, положительный коэффициент Д-ритиса, как уже говорилось выше, повышение секреторной иммуноглобулина А и повышение углевододефицитного трансферина, который на сегодняшний день является, наверное, самым чувствительным и самым достоверным маркером хронической алкогольной интоксикации. Гистологическая картина алкогольной болезни печени характеризуется наличием в биоптатах телец Мелори, специфических маркеров алкогольного поражения печени. На данном слайде показаны примеры формировки диагноза. Позвольте на них подробно не останавливаться, так как это тоже хорошо известно, и все мы этим пользуемся в нашей ежедневной клинической практике. Если говорить об общих подходах к лечению алкогольной болезни печени, то, конечно же, это включает в себя прекращение или при невозможности значительное сокращение употребления алкоголя, коррекция трофологического статуса, назначение пренезолона пентоксиферина при тяжелом поражении печени, применение метаболических препаратов, лечение осложнений и при неэффективности трансплантация печени. Если руководствоваться рекомендацией международных гипотологических ассоциаций по лечению алкогольной болезни печени, то они включают в себя абстиненцию на любой стадии заболевания. При гепатите тяжелого течения коррекция трофологического статуса и применение пренезолона при декомпенсированном циррозе необходимо лечить осложнение и при неэффективности показана трансплантация печени. Отказ от алкоголя. Реально ли это? В своей работе в начале 21 века Либер показал, что после сообщения диагноза пациенту алкогольной болезни печени среди пациентов злоупотребляющих токсическими дозами или сильно пьющих heavy drinkers от алкоголя полностью отказывается только каждый седьмой. Поэтому не останавливают людей злоупотребляющих алкоголем, не останавливают их заболевания печени. Они как продолжали, так и продолжают злоупотреблять токсическими дозами алкоголя. Для лечения алкогольной зависимости существуют лекарственные препараты, которые представлены на данном слайде. Это и налтраксон или налмифен, это акроброзалат, гамма-гидроксибутировая кислота, туперомат, флуоксетин и, наконец, баклофен, антагонизм гамм-рецепторов, который на сегодняшний день, наверное, самый хорошо изученный, так как используется нами в нашей повседневной деятельности. Доказана его эффективность, безопасность при алкогольном гепатите и циррозе печени. Назначается он, начиная с 5 мг, и постепенно повышает дозу до 30 и даже 60 мг в сутки. Что касается коррекции трофологического статуса, пациентам с алкогольным поражением печени необходима диета, энергетическая ценность которая составляла бы от 2 до 3 тысяч килокалорий в день с содержанием белка 1,5 г на 1 кг массы тела. При печеночной энцефалопатии ограничение белка происходит только в случае индивидуальной непереносимости. При анорексии или рвоте пациентам вводят зондовое или парентеральное питание с переходом на пероральное при улучшении состояния пациента. Обязательно применяют витамины группы В. Кроме того, используют препараты метаболического ряда, так называемые гепатопротекторы. В нашей повседневной деятельности мы в настоящее время используем эноцетилцистеин, курсодезоксихолевую кислоту, ремоксол, гептронг и сорбент энтеросгея. Хотелось бы немножко остановиться на относительно новом препарате. Гептрон, который является лекарственным средством новой категории веществ, обладает молекулой, содержащей группу низкомолекулярных сахаров, афинных к рецепторам гепатоцитов и панкреоцитов. Белковый комплекс может перебираться через повреждения и возобновлять реакцию репликации посредством мостика из пентозных сахаров, входящих в состав препарата. В настоящий момент механизм действия препарата основан на эффекте усиления антитоксической функции печени вследствие способности пентозных сахаров проникать в клетку гепатоцита и включаться в процесс стимуляции репарации. Гептронг нетоксичный, обладает высоким уровнем клинической безопасности и практически не имеет противопоказаний. Применение препаратов в терапии больных алкогольным гепатитом обеспечивает достижение полной регрессии латентной формы печеной с энцефалопатии за счет воздействия на ее токсическую составляющую. Препарат полностью адсорбируется, сохраняет высокую фармакологическую активность в течение 24 часов, что позволяет применять его один раз в сутки. лечение осложнений. Бактериальные инфекции, возникающие у пациентов с портальной гипертензией, лечатся антибактериальными препаратами. Это цифалоспорины третьего и выше поколений вторхиналонами. При асците назначаются калийсберегающие мочегонные препараты и петлевые диуретики. Обязательно назначаются альбумин, целевой сывороточный уровень которого 35, а лучше 40 грамм на литр. При неэффективности или резистентности асцита выполняется лапроцентез с обязательным воспальнением альбумина 8 грамм на каждый удаленный литр астетической жидкости. При развитии варикозно-расширных вен пищевода и желудка назначаются бета-блокаторы, целевой пульс которых 60 в минуту, эндоскопическое или хирургическое лечение. При печеночной энцефалопатии назначаются лактулоза для эффективности дозы необходимо 2, а то и 3 раза кашицеобразный стул. Сорбенте, энтеросгель, лолы, элернитин, эллиаспартат или гепомерц. При быстром разрешении печеночной энцефалопатии иногда назначаются очистительные клизмы и антибиотик, рефоксимин, альфа. При возникновении гепатрионального синдрома отменяются мочегонные препараты, назначаются в соответствующих дозах альбумин, терглипрессин, при неэффективности трансплантации печени. При портальной гастропатии назначаются бета-блокаторы, как я уже говорил, ингибиторы протонной помпы. Если билирубин не снижается, что же делать? При тяжелом алкогольном гепатите, когда индекс Медрея больше или равен 32 единицам, мы назначаем пероральный пренезалон в дозе 40 мг в сутки. Эту дозу назначаем на 7 дней. Если через 7 дней приема билирубин у нас не снижается на 25 и более процентов, если снижается, то мы получили хороший положительный клинический эффект и дальше продолжаем в такой же дозе давать пациенту пренезалон до 4-6 недель с последующей отменой. При этом доказана краткосрочная и долгосрочная выживаемость. Если не происходит снижение через 7 дней билирубина на 25 и более процентов так называемый отрицательный коэффициент лиля, то что же делать? Считалось, что необходимо назначить пентоксифилин в дозе 1200 миллиграмм в сутки. Считалось, что происходит профилактика развития серьезного осложнения гепатеринального синдрома. На сегодняшний день таких убедительных доказательств нет. Поэтому что же делать с такими пациентами? Смотреть, как они умирают, это, наверное, несерьезно. И в помощь практикующим врачам существуют так называемые экстракорпоральные методы детоксикации, направленные на терапию печеночной недостаточности. Эти методы эффективны в критических состояниях. Происходят с помощью этих методик удаления метаболитов и токсинов из кровотока для произвращения дальнейшего развития и сугубления печеночной недостаточности. При этом создаются условия для регенерации поврежденной печени и обеспечивается своевременное замещение некоторых утраченных функций. На данном слайде показаны показания применения экстракопоральных методов. Позвольте на них подробно не останавливаться. На сегодняшний день существует несколько таких методов, которые позволяют выиграть время для регенерации печени. Это мембранная плазма-сепарация замена плазмами донора от 2,5 до 3 литров. Это селективная плазма-фильтрация с фракционатором плазмы фильтром ЭВА-КЛИО, при этом необходимо до 500 мл 20% альбумина и наконец альбуминопосредственных гемодиафильтрация, то есть установка Марс. Позвольте на клиническом примере показать введение таких пациентов с тяжелым алкогольным поражением печени. Пациент С 66 года рождения находился на лечении в нашем центре длительное время. Причина госпитализации желтуха, слабость. Из анамнеза известно, что длительное время употреблял крепкий алкоголь в токсических дозах. В течение последних полутора-двух месяцев употреблял от 1 до 2 литров водки или виски ежедневно. Это было связано с его слов с проблемами в бизнесе. За 3 недели до госпитализации появилась темная молча, пожелтел, в анализах крови билирубин повысился до 320 микромоль на литр. Начал самостоятельно принимать гептопротектор гептрал без эффекта, что и послужило поводом для госпитализации. При объективном обследовании обычный пациент с алкогольной болезнью печени. На коже печеночные знаки, выраженная желтуха, гептоспеномегали, асцит, отеки стоп. При гастроскопии вариконоширных вен пищевода нет, имеются эрозии в желудке 12-пестной кишки. В анализах крови незначительный лейкоцитоз, анемия легкой степени тяжести, тромбоцитопения и палочка ядерный сдвиг. Здесь показаны результаты анализа крови в динамике. В биохимических анализах крови мы наблюдаем незначительный цитолиз, гипербиллорубиноми, выраженную гипербиллорубиноми, гипоальбуминоми, большие цифры гамма-глутромат транспептидазы, незначительное повышение щелочной фосфатазы, снижение протромбиного индекса, азотистые шлаки, креатинин, мочевина в пределах нормы, амилаза также в пределах нормы. Когда у нашего пациента биллорубин повысился больше 800 микромоль на литр, мы поняли, что обычные методы лечения у этого пациента неэффективны. и поэтому мы пациенту применили экстракопоральный метод токсикации, мы ему применили молекулярно-адсорбционную рецикуляционную систему, то есть альбуминовый диализ, марс. Вот на данном слайде эта установка, она работает совместно с гемодиализом. это пациент, больше мы его показывать не будем. Вот два основных компонента, вот эти два фильтра, которые стоят на сегодняшний день около полумиллиона рублей. Процедура проводится от 6 до 24 часов, и показанием для прекращения ее является одинаковый цвет обоих фильтров. Три доктора смотрят, и если у них одинаково возникает ощущение, что цвет сравнялся, процедуру прекращают, так как она дальше уже неэффективна. Пациент во время процедуры просыпается, у него регрессирует печеночная цифлопатия, он начинает с нами разговаривать, шутить, становится в общем-то временно обычным человеком по сознанию. Что же этому пациенту для его выздоровления мы проводили? Мы ему ввели почти 8 литров 78 флаконов 20% альбумина, 18 флаконов ремаксола, это жидкий гепатопротектор, 36 флаконов оригинального антибактериального препарата резерва меранем для лечения госпитального осложнения, двусторонний пневмонии, альфа-нормикс получал внутрь в течение 21 суток, проведено два курса плацентарной терапии лаенеком, 7 сеансов высокообъемного плазмообмена, когда заменяли плазму донорскую от 2,5 до 3 литров, при этом уровень бельрубина снижался от 120 до 150 микромолли на литр за каждый сеанс, 2 сеанса альбуминного диализа марс, при этом уровень бельрубина снижался от 310 до 350 микромолли на литр. Пациенту постоянно назначали препарат револейт для стимуляции тромбопоеза и постоянно принимался энтеросгель для сорбции кишечного токсина. еще один пациент которому проводился сеанс селективной плазмофильтрации с фракцинатором плазмы эваклио пациент также злоупотреблял токсическими дозами алкоголя это в самом начале при первой процедуре далее у пациента вот плазма уже значительно улучшалась она уже другого цвета прозрачная что пациенту назначали в этом случае пациент длительное время лежал у нас 8 из дней только в реанимации мы его готовили на трансплантацию печени пациенту проведено 168 введено 167 флаконов альбумина 20% 48 флаконов римаксола 6 полноценных курсов комбинированной антибиотикотерапии по поводу пневмонии инфекционных осложнений антибиотик альфа-нормикс сеансы экстрапоральной детоксикации 44 дозы плазмы 10 доз эритроцитальной массы эльтромбопа криволейт гептронг 2 курса энтеросгель постоянный прием пациенту помимо базисной терапии проводились экстракорпоральные методы 4 сеанса мембранной плазмосепарации при этом уровень бельрубина снижался каждый раз до 100 микромоль на литр 13 сеансов селективной плазмофильтрации с помощью фильтра эваклио при этом уровень бельрубина снижался до 150 микромоль на литр 1 сеанс такой же плазмосорбции только на другой колонке плазмосорба при этом бельрубин снижался уже на 200 230 микромоль и 5 сеансов продленной высокообъемной веновенозной гемофильтрации для удаления жидкости межклеточного межтканевого пространства за 1 сеанс удаляли от 4,5 до 5 литров жидкости это еще один пациент который также с помощью селективной плазмофильтрации лечил алкогольное поражение печени и гипербербин мию пациент неоднократно к нам поступает рад что существуют такие методики которые позволяют ему после злоупотреблений восстанавливаться но конца бесконечно это происходить не может о чем пациенту мы постоянно говорим роль экстракопоральных методов лечения печеночной недостаточности позволяет создать и использовать искусственные системы поддержки функции печени при печеночной недостаточности и позволяет снизить летальность с 85 до 60 процентов при этом пациенты могут быть поставлены в лист ожидания трансплантации печени и если мы вернемся к патогенезу алкогольного гепатита то одним из звеньев патогенеза является так называемая бактериальная транслокация через кишечник липополисахарида или кишечного эндотоксина который в свою очередь стимулирует клетки Купфера с последующей выработкой провоспалительных цитокинов и дальнейшим стимуляцией иммунитета с активации извещенных клеток и гиперпродукции фиброза для определения концентрации эндотоксинов в силу крови существует так называемый лал-тест он является интегральным маркером наличия или отсутствия эндотоксиновой агрессии в организме данный показатель может использоваться как маркер прогноза течения заболевания а также как основной индикатор необходимости применения андинотоксин составляющего компонентов комплексной терапии наших пациентов с алкогольным поражением печени на данном слайде показана методика и формула расчета кишечного эндотоксина вот показаны результаты этих исследований положительный результат рисунок 1 рисунок 2 и отрицательный результат когда мы наблюдаем ровное поле в нашем стационаре мы попытались оценить кишечный эндотоксин у пациентов с алкогольным гепатитом и алкогольными циррозами печени было обследовано 24 пациента с тяжелым алкогольным гепатитом и 56 с алкогольным циррозом применяли энтеросгель это кишечный энтеросорбент благодаря своей полистой структуре гелевидной структуре высокой вязкости позволяет прочно связывать и удерживать поглощенные субстраты при анализе результатов микрололтеста в процессе лечения алкогольной болезни печени в группе гепатитов мы наблюдали у пациентов в группе с гепатитом в группе которых использовали сорбент энтеросгель нормализация кишечного эндотоксина происходила уже в конце первой недели в группе пациентов которые не принимали сорбент нормализация эндотоксина возникала только в начале ну в конце второй недели такие же самые показатели мы наблюдали и в группе пациентов с алкогольным циррозом печени нормализация кишечного эндотоксина у пациентов в группе приема кишечного сорбента энтеросгеля возникала уже в конце первой недели а в группе где сорбент не принимали нормализация эндотоксина возникала только к концу второй недели в результате наших исследований мы показали что назначение современных гепатопротектов комплексной терапии позволяет ускорить алкогольную болезнь печени позволяет ускорить достижение клинического эффекта в виде снижения интоксикационного синдрома и стабилизировать лабораторные показатели печени исследование показало что включение сорбентов в комплексную терапию алкогольной болезни печени и других токсических поражений печени снижает уровень эндотоксина установлена была прямая корреляция между тяжестью печеночной энцефалопатии и уровнем эндотоксина вероятно это объясняется корреляцией между активностью воспалительного процесса в печени сопровождающихся некрозом печеночных клеток и острым нарушением барьерной функции печени а создание использования искусственных систем поддержки функции печени при печеночной недостаточности позволяет снизить летальность с 85 до 60 процентов благодарю за внимание субтитры